Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». Сегодня 6 января, сегодня канун, сегодня в ночь большой православный праздник, православное Рождество. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником, желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой. Сегодняшний выпуск нашей программы я хочу посвятить событию, которое, в общем-то, на самом деле прошло замеченным, нельзя сказать, что его не заметили, но на самом деле скрытые смыслы этого события не все люди себе проговаривают вслух. Очень часто многие подсознательные вещи проходят как какая-то необдуманная и неосознанная картинка. Дело в том, что всемирный глобальный поисковик под названием Google, как оказалось, переводил до последнего пресс-релиза слово «Россия» как слово «Мордор», а русские как «оккупанты». Мы уже с вами привыкли к тому, что на Украине средства массовой информации прежде всего не будем путать со всеми украинцами. Их там более 30 миллионов осталось после ухода Донбасса и Крыма, и, соответственно, там тоже достаточно много русских людей, хотя они и находятся под медийным экспериментом. Так вот, мы привыкли к тому, что средства массовой информации Украины обзывают Российскую Федерацию агрессором, оккупантом и так далее, и так далее. Но слово «Мордор» требует большого пояснения, и сегодня, в канун Рождества, я подумал, что эта тема может быть уместной. Джон Толкин, который, там несколько имен, Джон Рональд Руэн Толкин, который написал знаменитые романы «Властелин колец», «Хоббит», где он описывал так называемое «Средиземье», это такое фэнтези, жанр фэнтези. Он слово «Мордор» применил впервые, но на самом деле это слово, которое кочует из романов Толкина. 24 августа прошлого года президент Порошенко, так называемый президент Украины Порошенко, на параде, посвященном Дню независимости Украины, применил это слово в отношении Новороссии. И вот здесь я хочу вернуться к тем курсам по синтезу и анализу смыслов, которые, в общем-то, мы называем «Школой пропагандистов». Занятие мы возобновляем 12 января во вторник по адресу Богдана Хмельницкого, 15. Вот эта тема будет одна из тем, которые мы будем обсуждать на этом занятии. Сейчас я вам дам небольшие мысли, рассуждения на эту тему. Дело в том, что «Мордор», который Порошенко применил слово в отношении Новороссии, там он буквально сказал, что Украина есть была и будет, а Новороссия – это «Мордор». И, в общем-то, и дальше дело шло к параду, во время которого впервые русские солдаты, украинские, но русские по сути, в преемственности поколений, впервые прошли по Крещатику в форме НАТО, это первое отличие, впервые они прошли не как советские или российские солдаты с оружием, обращенным вверх, это второе отличие, и впервые эти солдаты держали оружие не закрытой, сжатой ладонью, а открытой ладонью – это третье отличие. И вот эти четыре пункта, которые, в общем-то, вроде бы простым людям в глаз и не бросаются, особенно слово «Мордор», требует пояснения, но еще раз хочу сказать, что в данном случае я не буду обсуждать никакие религиозные традиции, никакие догматы, я буду обсуждать историю с точки зрения лингвистики, с точки зрения того, какие смыслы вкладывает обратная сторона. Итак, «Мордор», многие из вас слышали о том, что существуют прямые или перевернутые карты, прямые или перевернутые руны. Существуют слова, которые можно прочитать в одном направлении, во втором. Это на самом деле имеет достаточно большое смысловое значение, определяющее, ну, например, восход или закат, на развитие или на разрушение. В конце концов, мир циклический, синусоидальный, всегда после прилива наступает отлив. Таким образом, даже в речи, даже в словах, даже в смыслах существует прямая и обратная подача, существует прямое или перевернутое положение. И если прочитать слово «Мордор» обратно, то будет род Ром. А если знать историю Руси более детально, то выясняется, что род – это всего лишь название верховного божества. У славян вообще не только русских. А Ром – это божество, которому посвящен город Рим, который, как известно, построили этрусские. Это, в общем-то, все написано в Википедии, я ничего не сочиняю, и, в общем-то, это любой человек всегда может проверить. Получается, что славянские термины «род» и «ром», перевернутые, получавшиеся «мордор» – это у Толкина гипотетическая выдуманная страна, внимание, под управлением черного «саурона», «саурон», «саур», «ящер», «ящур», «змей» и так далее. Это все, в общем-то, однокоренные слова. Применен великим, достаточно значительным, знаменитым английским писателем Джоном Толкином в его произведении, которое концентрирует все эти смыслы. И вот тут вот наступает самое интересное. Магия вообще всего вопроса, который обсуждается. Новороссию объявили «мордором». При этом «саурон», правитель этой страны в романе Толкина, абсолютно до удивления похож на наименование «саурмогилы». И если прочитать, что такое «саурмогила», «могила ящера», как не только место, где происходят сражения с ящером, но и как место-капище, вокруг которого вообще происходят сражения людей, не ящеров, сражающихся между собой, а их стравливают, мы из передачи в передачу с вами обсуждаем не только вражду, например, украинцев и русских, китайцев и тайваньцев, индусов и пакистанцев. Мы всегда подразумеваем, что есть всегда третий, есть всегда стравливающий, который очень с большим удовольствием смотрит на людей, выясняющих свои интересы, не понимающие своих ценностей, стравливает их. И, как правило, это делает в местах силы, которые приурочены к тем или иным вниманиям могилам. Саур-могила или могила ящера, где происходит на протяжении последних веков масса сражений, где похоронено огромное количество людей, безусловно имеет прямое отношение и к слову «мордор», и Толкину, который представитель английской мысли. А мы с вами знаем представителей английской мысли, ну, например, Фридрих Энгельс, который общеизвестно является сотрудником английской разведки, которая через Энгельса финансировала труды Маркса. И в трудах Маркса не все прямо уж такое марксистское, с большевистской точки зрения, но это я отступление делаю. То есть английские мыслители, английские аналитики, английские пропагандисты создают ценности на протяжении последних 500 лет, которые вот точно обращены против славян, против территории, на которой, ну, по факту сегодня находится Новороссия, и которые на самом деле создают через уста различных исполнителей на местах. Вспоминаем Петра Порошенко, который 24 августа объявил вдруг Мордором, а Гугл всего лишь навсего сейчас, в январе, просто автоматически, возможно, не совсем автоматически, воспроизвел и напомнил нам эту предикцию будущего. Мы сейчас вернемся к такому понятию, что такое предикция будущего. И таким образом получается, что на Майдане, который имеет достаточно известное предыдущее название, называется Козье болото, козел, тоже понятна семантика слова козел, в некоторых текстах это синоним слова сатана, произошел некий ритуал, а военные парады это всегда ритуал. Военные парады это всегда магический ритуал, который имеет определенные смыслы, которые даже по положению оружия, по форме солдат, по знаком различия на их форме, а впервые на украинских солдатах был крест, который имеет форму мальтийского креста, и так далее, и так далее. Вот из всего этого возникает ряд смыслов, которые, в принципе, простым обывателям, но они как бы проходят фоном, они не акцентируют на них внимание. Но на самом деле, вот именно таким вот способом закладывается картинка будущего, которая закладывается в подсознании огромного количества людей, причем что на территории нынешней Украины, что на территории Новороссии, России и всего мира, и создается информационная платформа для того, чтобы события происходили в том или ином направлении. Для чего нужно это проговаривать? Казалось бы, мистика, конспирология, религия, Толкиен со своими романами. Зачем это все? Я вам скажу, что в теории и практике разведки, как дисциплине, людей учат не только толковать, сколько самолетов находится, например, за горой, или какой авакс, какой типа авакса летит по небу. На самом деле, самое главное, это вскрывать смыслы, самое главное, понимать стратегию движения, и самое главное, предупреждать, предугадывать и упреждать действия противной стороны для того, чтобы не было кровопролития, для того, чтобы не было массовой гибели людей, для того, чтобы мы с вами могли сбалансировать этот мир, который балансирует на самом деле на грани военно-экологической, экономической и других катастроф. И вот с этой точки зрения, ну просто расшифровать, что такое Мордор, просто расшифровать, что такое Толкин в этом контексте, и что самое главное, Саур-могила, почему-то мистически прямо перекликаются с романом английского писателя географическое место, находящееся на территории Донецкой Народной Республики. Правда, интересно, почему так? Тем более, если вспомнить, что речь идет о Средиземье в романах, а мы с вами помним, что Средиземное море, центр его всегда был Рим, всегда мы вспоминаем Первый Рим, Второй Рим, Третий Рим, Четвертому не бывать. Все это выстраивается в достаточно раздробленную, но очень всем людям кажущуюся, выстранную логическую цепочку, которая до конца все связи не являет. И вот здесь возникает необходимость обсуждать даже с подрастающим поколением, которое книг не читает, которое в слова, в смыслы слов первичных даже не лезет, а они все воспринимают через прокладку кино. То есть есть Толкин, есть его романы, которыми дети некоторые зачитываются, а некоторые даже не приступают, потому что просто не любят читать длинные книги. И есть нечто, что сделано визуализировано и сделано другими людьми, которые корректируют некоторые вещи, которые направляют потоки сознания, которые, в общем-то, маскируют первичную основу. А в первичной основе, в словах, заложен большой смысл, который не только пропагандисты, но и аналитики, анализирующие информационные поводы, раскладывающие их на части, складывающие из этих частей новый смысл, синтезирующие общий итоговый вывод и рекомендации, что с этим делать. Вот таких специалистов, на самом деле, в природе очень мало, их нужно готовить. И на самом деле их нужно готовить даже примерно начиная со старшеклассников, которые, ну, например, сподобятся прочитать какую-нибудь длинную книгу, например, тот же «Война и мир» Льва Николаевича Толстого. И вот с такими детьми можно работать, можно делать группы по три, по пять человек, которые бы анализировали тексты, анализировали, например, информационные поводы, информационные вбросы, речи титульных лиц, которые очень часто имеют в виду, имеют в себе не только тексты за все хорошее против всего плохого, давайте сделаем так, давайте сделаем эдак. Там всегда в сравнительных частях, в риторических оборотах скрывается нечто, что имеет очень долгосрочную ретроспективу, связанную с магическими, с мистическими, с литературными предпосылками и точно так же перспективу очень длинную, которая, собственно говоря, и есть предикция. Вообще предикция – это синоним слова «планирование». Если мы с вами вспомним, страна Советов, которую в 1991 году мы потеряли, она вся была построена на планировании. Один из сильнейших центральных государственных органов назывался Госплан. Так вот, планирование – это основной вид человеческой деятельности, который на самом деле имеет дело не только к проектному менеджменту, он имеет дело не только к проектному менеджменту, как к тому, что люди, говорящие свои планы, либо записывающие свои планы, будут делать своими руками. Поскольку все процессы на территории планеты Земля, да и во всей Вселенной, они сонаправлены, и каждый человек является частью Вселенной, то даже озвучивание некоторых планов может влиять на то, как эти планы будут реализовываться, даже будучи сделанными руками других людей, не являющихся членами никаких предприятий, заводов, социальных групп, сектор, орденов и так далее. То есть не имеющие структурного влияния, не получающих прямых команд, только путем оглашения смыслов можно влиять на будущее. И вот это принципиальнейший момент, связанный с тем, что из нашей школы, из нашего общего культурного окружения слово планирование исключается, предикция исключается. И мы с вами находимся в таком состоянии, что мы, собственно говоря, о будущем думаем так, чуть-чуть. Только иногда вспоминаем под Новый год, когда под бой курантов пишем некоторые свои мечты, желания, стараемся их максимально визуализировать, за эти 12 ударов сжигаем эту бумажку, выпиваем вместе с шампанским и ждем, когда это все осуществится. Вот, собственно, и все. При этом осмысленного, целенаправленного планирования люди современные практически не делают. Горизонт планирования у тех же предпринимателей, внимание, это неделя, как она будет по торгам, максимум месяц до ближайшего отчета, квартал до ближайшего отчета. А что будет дальше, мы по большому счету осознанно не планируем. Мы подсознательно понимаем, что надо, чтобы дети создали семью, чтобы были внуки. Это я со своего возраста рассуждаю. Люди помоложе, они там планируют, подсознательно понимают, что надо с кем-то знакомиться, надо устраивать личную жизнь. Но так, чтобы осознанно расписывать, как это сделать, даже не с точки зрения проектного менеджмента, а с точки зрения планирования для себя, для своего подсознания. Этого не делает никто. В качестве примера хочу рассказать вот такую вот историю. В Оксфорде в один из выпускных, ну, в один из годов выпускной курс взяли и сделали с ними небольшой эксперимент. Всех людей собрали после выпускного вечера, посадили в аудиторию и попросили максимально подробно написать, как они будут видеть себя через 10, а затем через 15 лет. Причем просто написать сочинение на свободную тему. Что будет? И оказалось, что выпускники этого курса, особенно те, которые написали максимально подробно, ну, вот просто даже вот офис будет такой-то, кресло будет такого-то цвета, будет вид там на Манхэттен или еще на что-нибудь. Вот те люди, которые написали максимально подробно свою предикцию будущего, свои планирования, пусть даже подсознательное, впервые озвученное, они на самом деле через 10 лет провели эксперимент, взяли, подняли людей предыдущих лет этого года и пары-тройки последующих лет. И вы знаете, сделали статистику, разложили это все в таблицы, и с ужасом или с восхищением обратили внимание, что те люди, которые максимально подробно расписали свое будущее, они максимально похожи это в будущее и получили. Те люди, которые написали так, на раз-два-три, хочу машину, квартиру там и не более чего, у них разброс результативности оказался большой, количество попаданий было, ну, заметно меньше, то есть статистически настолько заметно меньше, что можно было вывести определенную закономерность. И при этом предыдущие курсы, их успешность с точки зрения карьеры, с точки зрения бизнеса, с точки зрения личной жизни, семьи, детей, здоровья, оказалась тоже разительно статистически отличающимся. Из этого можно сделать вывод, что будущее очень сильно зависит от слова. Будущее очень сильно зависит от того, насколько осмысленно мы с вами, люди, живущие на этой планете, способны себе дать труд, выделить время для того, чтобы осмысленно, позитивно, не депрессивно подумать о своем будущем, о будущем своей страны, о будущем своей семьи, о будущем всего человечества. Вот это та самая функция, которая нам от природы дана и которой мы с вами практически совершенно не пользуемся. И в результате получается, что весь наш поток мыслей, поток сознания строится при помощи Гугла, при помощи новостей из телевизора, книг мы не читаем, мы смотрим фильмы, которые построены по очень хитрой сценарной матрице, которая на самом деле думать-то и не разрешает, а мы просто вписываемся в какой-то поток событий. И в результате всего этого огромное количество творческих личностей, а население земного шара, там говорят порядка 7 миллиардов, оно просто выключается из того, чтобы строить будущее этой планеты. Есть даже сказка, которую написал не Толкин, и которая, в общем-то, передается из поколения в поколение, что существа, которые, ну, например, ну, и те, которые лежат в Саур-могиле, я имею в виду не людей, погибших во многих войнах возле этого географического места, а вот те, которых и называют словом Саур, ящер и так далее, что есть, ну, во-первых, две закономерности. Надо посмотреть на страну, в которой, посмотреть, что происходит с рождаемостью, с нравственностью, с пребыванием или с убыванием населения, с нравами, и с этой точки зрения посмотреть на то, что было в предыдущей периоде. И с точки зрения Украины, Порошенко, президент которой начал вдруг говорить о Мордоре, я хочу вам напомнить, что 88, 89, 90, 91, 92 год на Украине, ну, если взять эту страну, отпочковавшуюся от Советского Союза, прирост населения в год был 300 тысяч человек. Ну, представьте себе, 300 тысяч человек плюс каждый год к населению этой страны. А после 92-го года, когда власть променялась и к власти пришли, я не хочу сказать с ауроной, но тем не менее, население стало убывать примерно с такой же скоростью. И с 52 миллионов у нас за 20 лет вдруг образовалось 42, 41. Некоторые люди говорили, что еще при Януковиче в 13-м году были все 39, просто перепись немножко там рихтовали и корректировали. Это все к той сказке, что если страной правит Саурон, то нравы падают, численность населения падает, падает все. И сразу становится понятно, кто есть князем лжи. С этой точки зрения воспринимать вот эти сообщения о Гугле, которые приравнивают Россию к Саурону, к Мордору, нужно делить на два, потому что, во-первых, нужно видеть, от имени кого приходят сообщения, насколько там произошли подмены и перестановки. И с нашей точки зрения, если бы от имени нас, как бы мы толковали даже в этой терминологии. Это вот первая важная часть. И есть еще одна легенда, связанная с тем, что вот эти люди, которых называют Сауроны или Сауры или Ящеры, они на самом деле больше всего на свете боятся, что люди, которые живут на планете, если они включат свою функцию планирования, в чем конфликт, собственно говоря, причем, похоже, этот конфликт многотысячелетний, если они включат свою функцию планирования, и они нарисуют картинку будущего, больше всего они боятся, что в этом будущем им места быть не может. И вот этого они боятся больше всего. Нам нужно с вами построить так свое планирование, так уладить это все, чтобы страхи эти снять, потому что источник всех войн на планете, собственно, на этом конфликте. И сделать так, чтобы они картинку будущего не потеряли, но при этом, чтобы править странами так, чтобы там падала нравственность, падала рождаемость, росла ложь и неправда, чтобы этого не допустить. Это такой срединный путь. То есть с точки зрения того, как правильно планировать будущее себя, своей семьи, своей страны, всего человечества, нужно очень аккуратно относиться к словам, к терминам, к событиям. И нужно находить срединный путь, который сбалансирует интересы разных игроков. И при этом мы с вами понимаем, что Сауроны и Сауры, они-то существуют, если население падает, если рождаемость уменьшается, если ничего не делается для людей, а наоборот делается так, что они выдавливаются с какой-либо территории. И если это все понимать, то тогда количество планировщиков с нашей стороны, с той стороны планировщиков, кстати, хватает, количество планировщиков с нашей стороны увеличится на благо каждой семьи, на благо каждой страны, и мы с вами придем к такому состоянию человечества, которое в древних летописях называют золотым веком. Когда лад между народами, между семьями, между представителями разных цивилизаций будет достигнут такого уровня, что люди перестанут тратить энергию, силы, здоровье, ресурсы планеты на выяснение отношений, а кому же принадлежит будущее. Оно всем нам и принадлежит. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин